Валерий Захаров И это просто забить случилось в середине второго тайма. Создав один из своих немногих голевых моментов, КамАЗ реализовал стандартное положение. После навеса скланга опытный Ильдар Бетчентаев упустил Евгения Мухамедьянова. И экс-игроположан головой отправил мяч ворота Волги. Забитому голу весь КамАЗ радовался, как дождю в пустыне. Ну, наконец-то я скажу, что реализовали стандартное положение. В принципе, последние игры нам только забивали, а здесь, как говорится, мы забили. Работаем много над этим. Волга, конечно, предприняла много усилий, чтобы отыграться. За 10 минут финального свистка случился самый опасный и самый жаркий момент у ворот гостей. Хозяева подряд нанесли несколько отчаянных ударов. Но голкипер Валерий Ионин стоял, как стена. Это вылило Волжан из психологического равновесия. Завязалась небольшая стричка. Арбитр погасил страсти двумя желтыми карточками. Ни одна команда не хочет уступать. Это мужская игра, борьба. Ничего страшного. Эмоции просто. Все хотят выиграть. Хотят выиграть все, а победил КамАЗ. Оставшиеся минуты прошли в равной борьбе. Ни одной из команд не удалось обозначить хотя бы территориальные преимущества. К основному времени арбитр добавил 4 компенсированные минуты. Однако забитых мячей зрители больше не дождались. 1-0 в пользу КамАЗа. Мы извиняемся, что не смогли в этом сезоне проститься хорошо. Будем стараться, будем работать. Впереди 17-й год. Мы, как и многие команды, будем стараться укрепляться. Свой заключительный матч сезона 2016-2017 годов Волга проведет в ближайшее воскресенье, 4 июня. На Матруицке играть против местной Мосты. Проиграв, Волжане рискуют опуститься на 7-е место в турнирной таблице. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.